Азербайджанские журналисты хотят у меня интервью брать, где хотят, чтобы я комментировал заявление жены Пашиняна, Анны Акупян, об резыве к матерям азербайджанцев, матерей солдат. Я отказался от интервью, но я буду говорить так, собственной видеопередачей, обращаясь ко всему азербайджанскому народу и буду об этом говорить всем и прямо, потому что журналисты, даже уважаемые журналисты под прессом в Азербайджане, как и в Армении, и журналисты, и как во всех странах СНГ и в России, и не говорят все то, что им говорится. Там сильная цензура, и мои слова не полностью выходят. И поэтому предпочитаю этот способ общения и обмена информацией. Во-первых, Анна Акупян играет роль первой леди страны, преувеличивая свою политическую значимость. Это армянские законы такое не предусматривают, и в Азербайджане в профессиональных кругах прекрасно понимают, что это очередная выскочка. Во-вторых, она обращается к Мехри Банханун, к вице-президенту Азербайджана, называя ее первой леди, то есть умиляя ее политическую должность. В стране, естественно, что никакого ответа на такое бескультуре политическое не будет. Этой дури, наверное, кто-то должен объяснить, писать тексты, чтобы она читала, но в Армении, я думаю, и среди советников тоже толковых особенно нет. В-третьих, азербайджанцы прекрасно помнят, что эта Сокина дочь, главный редактор Армении, Айка Канжамынак «Армянское время», где она более 10 лет умалкивала факты политических репрессий против миротворца в Армении и против меня, одного из самых известных за Кавказией и в постсоветском пространстве миротворцев, она забывает, что азербайджанцы очень хорошо проинформированы мною, в том числе, о преследованиях, о фальшивых, сфальсифицированных судебных делах против меня в Швеции после поездки в Баку, кражи моего ребенка и полное ее молчание, и десятки тысяч сторонников, молодежь его мужа, которые нападали на меня и писали всякую ругань, это же революционеры сегодняшние, которые ругали мою покойную мать, мою пятилетнюю тогда дочь за то, что я с миром поехал в Баку. И как хотите, и она жаловалась, что с азербайджанской стороны реакция слабая, и как хотела или рассчитывала эта дура, что на ее призыв обратятся люди, которые серьезные люди, которые в курсе всего того, чего я сейчас только что сказал. И отзываться к этому призыву будут только конъюнктурная сволочь Азербайджана, которая не меньше в Азербайджане, чем в Армении. И те люди, которые не мир делают, а просто хотят урвать гранты и международную помощь, которую люди дают для миротворческих инициатив. Но люди, которые убивали Центр миротворческих инициатив Армении, которые более 10 лет, и потом после этого представляют себя миротворцами, ну кто же вам поверит? Ну никто же не поверит. Ну или, как я сказал, будут притворяться, что верят хапуги, которые рассчитывают жрать гранты, чем занималась эта сука Анна Акупян, ее муж, все их сторонники и партнеры по так называемой революции. И азербайджанцы прекрасно понимают, что Анна Акупян, ее муж, крестники Сержа Сарксяна, питомцы и шестерки ЧК, а чекисты, которые начали этот конфликт, миротворцами между нами быть не могут. Вот и в принципе все мысли, которые я выразил бы в интервью и которые, наверное, не нашли бы место в азербайджанской репрессии. Вы имеете сейчас мое прямое слово. До свидания.